Всемирный день донора крови один из важнейших социальных праздников. Переливание крови стало инструментом спасения миллионов человеческих жизней по всему миру, а быть донором – почетная миссия и по-настоящему неравнодушных людей. Так, приморцы разных профессий и возрастов, новички и почетные доноры собрались 14 июня на станции переливания крови. Внимание людей ко всемирному дню донора больше 10 лет привлекает компания подряд. Наша компания уже дала 10 лет поддерживать акцию. Кровь не растет на деревьях, поэтому только человек может прийти и сдать кровь. Это очень важно, с учетом того, что крови нуждаются каждый день, большое количество людей. Есть достаточно редких крови, которых может не быть или недостаточно быть на станции переливания крови. Поэтому крайне важно прийти не только в день и в любой день стать готов. Краевая станция переливания крови ежедневно принимает доноров, а на сайте можно узнать, в какой группе крови и резус принадлежности нуждаются жители Приморья. Донором может стать любой, кому есть 18 и позволяет здоровье. Организм доноров тренируется на вот такую минимальную кровопотерю, которую они регулярно получают. Организм донора... Ну, считается, что доноры меньше болеют. Сердечно-сосудистыми заболеваниями, простыми подвержениями, простыми заболеваниями, вирусными инфекциями. Потому что доноры активные люди, они ведут активный отдых в жизни, они правильно питаются, правильно отдыхают. В качестве знаков внимания донорам дарили игрушку-антистресс и сладкие подарки к чаю, чтобы набраться сил после кровопотери. Приморские доноры – одни из самых активных в России. Движение насчитывает 20 тысяч человек. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Да, хорошо.